ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хм, чтоб захавать такое... Лучше задонать. Бля-бля-бля, снова он! Когда ж меня отпустит? Эээ, свободная касса. Италия, Чехия и Швеция почти наверняка будут самостоятельными ветками развития танков. То есть они не будут частью сборной нации Европы, как думали некоторые. Интересная инфа, так что есть, ребята, повод ждать отдельных итальянских, чешских или шведских танков. Также разработчики сообщили, что ап башенки радиста КВ-5 возможен в том случае, если он потеряет льготный уровень боев. Вот это абсолютно непонятная для меня позиция. О каком льготном уровне боев может идти речь, если мы говорим о тяжелом танке восьмого уровня с пробитием 167? Зачем? Заделайте просто ему эту башенку, сделайте ее экраном, или просто пусть туда не проходит урон, и оставьте его как есть. Он наконец-то хоть что-то сможет сделать. Ребаланс перков и перевод лампочки радисту, скорее всего, будет не в этом году. Ой, ничего не буду говорить, только печаль и грусть на моем лице. Также разработчики пишут, что, возможно, они будут убирать премиум танки с льготными уровнями боев из магазина. О чем, ребята, тут вообще речь? Речь о том, что разработчики посмотрели на 7-8 уровни боев, там, где танки 7-8 уровней, увидели, что там очень много премов с льготным уровнем боев, то есть разных АФЦМ 50Т, ИС-6, что у нас там еще, Т-59, но их не так много, конечно, Яга 8-8, их это не устраивает. Поэтому сейчас у них новая политика у разрабов вводить премы 8 уровня, но без льготного уровня боев, то есть с нормальными характеристиками, как, допустим, там у ИС-5, он же Объект 730, мы видели, что ему сделали пробой 220, как у ИС-3, собственно говоря, то есть премы будут с нормальными ТТХ, то есть чуть-чуть хуже, но вполне нормальные, но при этом льготного уровня боев у них не будет. Не знаю, насколько это правильно, насколько это хорошо для нас, посмотрим, возможно, и на таких премах будет нормально играться. Разработчики говорят, что бонусы за вход в игру они вводить не планируют, как это делают какие-то другие игры. Ограничений не БТРных классов не будет, просто потому что есть игроки, которые заходят в игру отдохнуть. Однако разработчики делают изменения в игре, чтобы повысить роль БТРа хоть в какой-то степени. То есть, я так понимаю, тут речь о том, что разработчики не хотят еще сильнее ограничивать артиллерию, потому что некоторые пацаны хотят просто попить лимандадика, покушать чипсов и особо не напрягаться, думая одной извилиной и играя одним пальцем. Эх... В ближайшее время, по словам разрабов, ближе к лету, в игре появится функционал «Карточка клана», в которой игрок сможет увидеть всю информацию о клане, состав, состояние укрепрайонов, ГК и прочее. У разработчиков в процессе подготовки квесты для глобальной карты, квесты двух видов, для начинающих кланов, по типу «Набейте столько-то опыта на высадках», «Захватите провинцию с доходом столько-то и больше», «Удержите провинцию столько-то ходов», а для сильных кланов будут квесты типа «Захватите за столько-то ходов определенную провинцию». Наградой за эти квесты может быть золото в клановую казну и разные другие ништяки. Также разработчики ответили по поводу супер-уникальных танков, которые виднеются иногда на аккаунтах супертестеров. Танки, которые дают для тестирования супертестерам и разработчикам, после окончания тестирования забирают. Регламент тестирования танков у супертестеров и разработчиков одинаковый, однако статистика по ним остается, просто потому что она нужна как минимум для сбора информации о машине разработчиками, для дальнейших правок. Так что, ребята, если вы видите в рендоме какого-то чувака на уникальном, мега-уникальном редком танке, который только планируется для ввода в игру, не завидуйте ему, он его просто тестирует. ИСУ-130, по словам разрабов, будут давать активистам World of Tanks. Он такой же уникальный танк, как и Т-44-122. Этот танк обычный игрок получить не сможет, только в том случае, если он поможет в работе варгеймингу, например, будет модератором чата или форума. Новый сезон личных боевых задач будет как только, так сразу. Изначально обговаривалось, что следующий сезон будет примерно через полгода. СУ-76 и имбу, которую недавно вводили, возвращать пока что не собираются. На супертесте уже побывал новый FV-4202. Танк будет добавлен для тестирования супертестерами и разработчиками на основу уже в патче 0.9.6. Так что, ребята, ждем. Разработчики сообщили, что в работе все еще остаются авиаразведка, дымовая завеса, доты, минные поля, как расходники для укрепрайонов. Брендированная продукция варгейминга не выпускается самим варгеймингом. Например, ВГ подписывает взаимное соглашение с компанией и производителем на использование бренда World of Tanks, после чего продукт выпускается и продвигается обеими сторонами соглашения. Так вы и можете видеть различные продукты, например, компьютерные периферии и прочее. Ценовая политика брендированной продукции может согласовываться с варгеймингом на этапе производства, но конечная цена может варьироваться в зависимости от количества перепродавцов. Как только продукт попадает к конечному продавцу, он устанавливает на товар свою наценку и стоимость, которую вы видите уже и за которую вы и покупаете эту продукцию. Это, ребята, я так понимаю, разработчики отвечали на тот вопрос, почему некоторые там мышки, коврики, наушники, чашки так дороги по сравнению с обычной продукцией, почему приходится столько переплачивать. Также, ребята, совсем недавно нам и стало известно о балансировщике 3.0, в котором будут учитываться роли танков на поле боя. То есть он будет балансировать не только по уровню, но и потому, что, допустим, в одной команде есть несколько СТ, значит в другой команде тоже на этой карте должны быть несколько СТ. И, ребята, я так понимаю, он будет править в нашей игре такие проблемы, как, допустим, 10 потасау в одной команде и 0 потасау или всего лишь 2 в другой команде. Или, например, 5 СТ в одной команде на карте степи и 0 СТ и одни потасау в другой команде. И, как вы понимаете, ребята, на карте степи та команда, у которой СТ есть, она выигрывает. Что бы такого не было, потому что многое зависит все-таки от сетапа, разработчики делают балансировщик 3.0, который все это будет учитывать. Они говорят, что балансировщик 3.0 все еще в разработке на стадии проектирования и все еще может кардинально поменяться, так что каких-то серьезных выводов и ожиданий пока что не стоит делать. Разработчики сообщили, что характеристики снарядов для разных танков балансятся одинаково. Например, такая характеристика, как доворот снаряда при соприкосновении с броней. Нормализация у всех снарядов одного типа одинаковая тоже. Неправильное изображение португальского флага в игре исправят. О-о-о-о, вот это вот прокол, прямо вах-вах-вах. Выход ELC-AMX в HD качестве, как только так сразу. Также разработчики сообщили, что они пересмотрят характеристики американского према 8 уровня Т-34. Я надеюсь, что они пересмотрят их в лучшую сторону. Или хотя бы просто более-менее сбалансируют. Я, например, был бы рад, если бы ему немножечко порезали пробитие, допустим, там не 246, а 230 или 235, но при этом улучшили точность. Согласитесь, ребята, танк стал бы просто более комфортным, потому что сейчас это просто огромная медленная дурында, которая даже если куда-то там поворачивается, чтобы ей попасть, ей нужно сводиться просто полгода. Она даже более касается, чем ИС-6. Это, скажем так, неудобно на ней играть. Это очень неприятно, на ней играть неудобно. Было бы хорошо, если бы его более сбалансировали в сторону более точности, но при этом пусть чуть-чуть пробоя срежут. Тот же Лев, он вполне себе спокойно играет из 232 пробоя, и ничто ему пробивать не мешает, потому что есть точность. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Разработчики говорят, что у каждой нации танков в HD-качестве будет свой цвет. Я так понимаю, ребята, цвет будет немножечко новый, потому что те же немцы, советы, американцы, появляясь в HD-качестве, они немножечко свой родной цвет меняют. Цвет советского Т-54 это ранний вариант HD-модели. Он уже устарел по качеству, будут его дорабатывать. Правильный цвет у новых танков ИС, ИСУ, ИС-7 и прочие. Также разработчиков упрекнули в том, что они слишком часто выпускают патчи. Типа игроки не успевают столько изменений получать за короткий срок. Разрабы им ответили, выпускать пару патчей в год, увы, не получится по куче разных причин. Я так понимаю, ребята, есть много каких-то мелких доработок, которые надо быстро пустить в ход, и нельзя ждать еще там 2 месяца. Тут я, в принципе, с разрабами согласен. Вводить в игру новый рендер эффект как Chromatic Aberration не планируют. Не знаю, ребята, что такое Chromatic Aberration, вот, может, вы мне в комментариях подскажете. Но в любом случае в нашей игре его не будет. Видимо, это какая-то модная фича из Battlefield и Call of Duty. Скоро в игре появится информационное окно клана. Тренировочной комнаты для одного игрока не будет. А вот это, ребята, достаточно неудобно, наверное. Иногда хочется какую-то технику на супертесте, ой, на супертесте, на общем тесте потестить. Хочется просто выехать соло, там что-то показать, пострелять. А для этого надо обязательно искать кого-то. Даже мне это бывает иногда трудно, хотя у меня куча знакомых, кто всегда согласен. А обычному игроку на общем тесте хочется где-то показать, что-то потестить. А не получается. Ну, честно говоря, я бы сделал какой-то вариант, чтобы можно было в тренировочную комнату выехать одному. А чё бы нет. Ну и под конец, ребята, небольшая подборка ответов Шторма по поводу HD-модели. Относительно пулемётов у тяжёлых танков ИС-7 и ИС-3, определённой системы кому оставить, а кому убрать пулемёт, нету. Я не знаю, как, ребята, разработчики решают эту проблему просто глобальную. Ну, видимо, по желанию левой пятки. По нерфу брони тяжёлого танка ИС-3 пока что ничего не известно. Коллижена ещё нет. Будут смотреть, что и как. Так, если вы, ребята, не в курсе, то в данный момент HD-модель ИС-3 создаётся, но не просто так, не с помощью чертежей, а с помощью специальной аппаратуры, которая в специальном музее, по-моему, в кубинке фотографирует настоящий ИС-3. Или как-то его там обсчитывает с помощью, и потом это всё переносится на компьютер. То есть ИС-3, который будет в нашей игре, он будет нереально историчный и нереально правильный по размерам, пропорциям и наклонам всего-всего-всего. И пока что разработчики не знают, улучшится у него какая-то там его броня или ухудшится. Всё зависит от того, какой он, в принципе, был в реальности и как его обсчитает вся вот эта аппаратура. Также в данный момент сотрудники компании Wargaming ездят и фотографируют тот самый заржавевший, сохранившийся последний бачатильон 25Т, чтобы было больше материалов для выпуска HD-моделей этого среднего французского танка 10 уровня. Разработчики сообщили, что всесезонные камуфляжи вводить в игру пока что не планируют. HD-модели TT-M6A2E1, она же утка, пока ещё нет. Также разработчики пишут, что в работе над HD-моделями используются реальные боевые машины, которые находятся на линии Сталина. Но там несколько машин в разном состоянии, однако машины целые, в смысле в боевых действиях не участвовали. Просто в разной степени комплектности всякими мелочами и в разной степени заржавелости. Поэтому с наклонами брони там всё должно быть окей. Всё это, ребята, говорит о том, что некоторые машины в будущем, которые будут переводить в HD, возможно у них изменится не столько толщина брони, сколько какие-то наклоны. Потому что они станут более точными. К этому надо быть готовыми. Работой над HD-моделями занимаются как аутсорсеры, так и сотрудники компании Wargaming. Орудие 122 мм BL9 на тяжёлом танке ИС-3 тоже будет в HD-качестве. Причём сразу. HD-модель танка Super Pershing тоже находится в работе, по словам разрабов. Будет уже очень скоро. На этом, дорогие зрители, у нас все интересные ответы разработчиков на сегодня. Если вам нравится эта передача, жмите лайк. Если вам хочется увидеть новые выпуски, подписывайтесь на канал. И не забывайте оставлять в комментариях свои вопросы для разрабов, которые я лично передаю в Wargaming и разработчики на них отвечают. Уже совсем скоро выйдет специальный выпуск с ответами на ваши интересные вопросы. Так что дерзайте и не забывайте об этом. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Всем пока. Удачных вам боёв. Чао какао. Субтитры подогнал «Симон»